Привет всем, с вами Ирокес и всем нравится давать красивые ваншоты со снайперских девайсов, таких как Коряк, М24 или АВМ. Но далеко не у каждого получается это делать стабильно и многие допускают ошибки при стрельбе с данных девайсов. Сегодня я расскажу вам, что нужно уметь и знать для хорошей стрельбы со снайперских винтовок, основываясь на игре лучших снайперов PUBG. И также расскажу пару интересных нюансов. Как это не очевидно и просто, но самым важным аспектом при стрельбе со снайперских девайсов является ваша точность. На то они и снайперские. Единственной целью, которая вас устраивает является голова противника и то, насколько четко вы на нее сможете навестись, будет являться основным фактором, убьете ли вы соперника или же наоборот он убьет вас. Вы даже иногда можете наблюдать, что даже самые топовые игроки игнорируют стрельбу по ним и тратят на какие-то доли секунды больше, для того, чтобы максимально четко навестись на голову и повесить тот самый смертоносный хэт. Хотя не стоит думать, что скорость здесь не важна. Чем быстрее вы все это будете делать, тем больше у вас шансов выйти победителем в снайперской перестрелке. И оба эти фактора, вашу точность и скорость, можно наработать только одним способом. Как можно больше практикуясь и стреляя с тех самых снайперских девайсов. Вы не должны задумываться о том, какое упреждение вам нужно брать. Вы не должны как-то мешкаться, а буквально рефлекторно ваша рука сама будет наводить прицел на голову соперника. Но для того, чтобы все это уметь, вам потребуется не один десяток часов практики. По каким же целям стоит стрелять со снайперских девайсов? Многие думают, что если цель находится далеко, то все, снайперская винтовка это ваш выбор и нечего здесь размышлять. Но это не совсем так. Такие винтовки, как Коряк, АВМ и М24 подходят в основном только для стрельбы по недвигающимся целям. Когда цель бежит, а особенно еще не по ровной траектории, а пытается как-то мансить, то это невероятно тяжело попасть такому сопернику в голову. Нужно брать идеальное упреждение и частенько с таким не справляются даже топовые снайперы. Но тем не менее, если у вас в руках снайперская винтовка, вы видите далеко противника, вы можете сделать один выстрел по нему, а продолжать уже со штурмовой винтовкой, переставив на него прицел. Вы можете видеть, что проигроки практически всегда так и делают, но только когда они не играют на публику. Если нужно убить двигающуюся цель, то они берут штурмовую винтовку, а не настреливают со снайперского девайса до посинения, как это любят делать в паблике, что является ошибкой, потому что, скорее всего, вы не попадете в голову, а в тело вам нужно даже до трех попаданий. Ну а если цель стоит неподвижно, хилится, либо пекает вас, либо пекает еще кого-либо другого, то это 100% ваш выбор. Не раздумывая, хладнокровно наводимся на голову, вешаем прекраснейший хедшот и наслаждаемся фрагом. Но при подобных перестрелках есть небольшие нюансы, о которых не стоит забывать, и их следует использовать для того, чтобы увеличить себе шанс на выживание. Первое – это всевозможные наклоны и приседания. Если вы целитесь в человека со снайперской винтовкой, а он целится в вас, то, естественно, его цель будет ваша голова. И чем вы сделаете эту цель труднодоступнее, тем больше у вас шансов выжить и выйти победителем из перестрелки. При наклонах ваша голова будет занимать не самое привычное местоположение. Если вы присядете, то противнику также. Придется дополнительно двигать мышкой, что выиграет вам несколько миллисекунд, которые могут стать критическими. Также очень важно, после каждого совершенного выстрела обязательно присаживайтесь и вставайте, пока вы перезаряжаете оружие. Это также вас может спасти от выстрела соперника, при том как того, которого вы выцеливаете, так и может быть совершенно другого, который в этот момент выцеливал вас. Также, если вы стреляете из-за укрытия и первым шотом не попали по противнику, не пекайте его с абсолютно того же места. Попробуйте сменить окно, если это здание. Если это дерево, то выйдите с другой стороны или хотя бы присядьте. Или наоборот, встаньте для того, чтобы при повторной попытке убить противника, вы просто не вылезли головой под его прицел, что не сделало бы вас легким фрагом. Но и это прекрасно работает в обратную сторону. Если вас пикнул противник и находится за укрытием, то постарайтесь предугадать, где будет его голова, заранее навестись туда прицелом, и вполне вероятно, что он просто вылезет под ваши перекрестия, а вы его сфотографируете ваншотом. Ну а на сегодня все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Я же желаю вам улучшения ваших снайперских навыков и побольше красивых ваншотов скоряка, М24 или АВМ. Ну и напишите в комментариях, насколько вы жесткий снайпер, ну и может быть я еще чего-то не указал, что стоило бы учесть. Обязательно прочитаю и приму к сведению. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 18.00 по московскому времени. Приходите, пообщаемся. Ну и если найдем коряк или любой из снайперских девайсов, то, конечно же, попробуем повесить пару красивых голов. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.